Всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня будет последняя часть видео с пошивом жакета и в этом видео я хочу показать как я соединяла рукава вместе с жакетом. Также все предыдущие видео с пошивом жакета вы найдете в описании под этим видео. Ссылку на выкройку по которой я шью жакет я также оставлю в описании. Сначала мне необходимо подготовить рукав. Рукав состоит из двух деталей, поэтому беру две детали рукава, верхнюю и нижнюю деталь, складываю их лицом к лицу, скалываю булавками по срезу, совмещаю отметки, скалываю по срезу, также сметываю и стачиваю на швейной машине. Теперь также беру две детали рукава из подклада, верхнюю и нижнюю, складываю лицом к лицу, скалываю по срезу по отметкам булавками, сметываю и стачиваю на швейной машине. После того как стачала детали рукава из подклада и из основной ткани, приутюжила шов и разутюжила припуски в разные стороны. Также внизу по намеченной линии приутюжила подгиб, припуск на подгиб. Теперь к припуску по нижнему срезу, детали рукава, сверху лицом к лицу прикладываю деталь рукава из подклада, скалываю по нижнему припуску булавками, также совмещаю шов и стачиваю на швейной машине. Теперь отступаю от этой строчки вниз пол сантиметра и прокладываю строчку ручными стежками, закладываю складку внизу на детали подклада, теперь отворачиваю деталь подклада наверх и приутюживаю складку. Теперь складываю рукав и детали с подклада пополам лицевой стороной вовнутрь, скалываю булавками по отметкам по локтевому срезу вдоль всего рукава и вдоль детали подклада, теперь сметываю и стачиваю на швейной машине одним швом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Также необходимо оставить в левом рукаве на детали подклада отверстие размером 15 см, оставить незашитым. Через это отверстие я смогу сточать деталь подклада на левом рукаве и вывернуть пиджак на лицевую сторону. Я уже сточала локтевой шов, теперь необходимо его приутюжить и разутюжить припуски в разные стороны. Продолжение следует... Теперь потайными стежками закрепляю припуск по низу рукава. Теперь сверху по окату рукава от одной отметки к другой прокладываю две параллельные строчки. Также не делаю закрепки. Вот так я уже проложила две строчки и теперь стягиваю рукав для того, чтобы припусадить его в пройму. Продолжение следует... Теперь прикалываю рукав по отметкам к пройме, выметываю и притачиваю на швейной машине. Притачивать рукав буду по стороне рукава и таким же способом втачиваю второй рукав. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После того, как втачала рукава, а также приутюжила шов. Теперь по шаблону из тонкого утеплителя вырезаю два подокатника на один и на второй рукав. Теперь вкладываю подокатник во внутрь рукава, совмещаю середину подокатника с плечевым швом, прикалываю подокатник сверху к окату рукава, приметываю и притачиваю на швейной машине ровно в шов притачивания рукава. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь также приметываю подплечник и совмещаю середину подплечника с плечевым швом. Теперь прикалываю подкладку рукава. Прикалываю по отметкам, совмещаю сначала отметки, прикалываю булавками, теперь вметаю и буду втачивать на швейной машине. Вот так я уже втачала подкладку рукава в подкладку проймы. Теперь также приутюжила шов. Теперь таким же способом втачиваю подкладку левого рукава через оставшиеся отверстия. Вот так у меня получилось. Я уже соединила рукава вместе с жакетом. Теперь зашиваю оставшиеся отверстия, делаю петли и пришиваю пуговицы. Жакет у меня уже полностью готов, я могу его примерить на себя и показать вам. Я надеюсь, что это видео было вам полезным. Если так, ставьте палец вверх, буду вам очень благодарна. Также подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заходите в мой инстаграм, буду вам очень рада. Будут вопросы, пишите мне в комментариях. На этом все, я с вами прощаюсь, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok